Вы не можете вот что пытаетесь делать? Вы понимаете, что это территория Азербайджана? Мы будем проходить. Мы будем проходить. Чак, 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 фермаэл. Чак. Фермаэл, чак. Товарищ, вы младший сержант? Я вижу по лычкам, что младший сержант. Две лычки. Вот как вы думаете, в чем заключается ваша деятельность здесь? То есть, нормально ли это, что вы предотвращаете проход гражданских лиц? Я не военный, хотя служил в армии, но фактически вы сейчас мешаете мне пройти на мою же территорию. Я являюсь гражданином Азербайджана, я не собираюсь заниматься там военной деятельностью. Я не представляю угрозы ни для кого из тех, кто находится там. Почему вы мне не мешаете это пройти? Это на самом деле очень смешно. Мы можем и дальше вот так обниматься, но это очень несерьезно, конечно. Еще людей сюда. Чак, чак, фермаэл. Чак. Чак. Нет, нет, мы не отойдем у нас. Извините, конечно, на территории Азербайджана. Вы из гражданин России, верно? Вот как бы вы себя ощущали, если бы вы на территории России, вам бы не разрешали пройти на какую-то территорию? Вот честно. Представьте, что вы из какого-то города, верно? Смоленск, Брянск, Москва, Ниженево город, я не знаю. Вот представьте, что вам не разрешают туда пройти. Как вы себя чувствовали бы? Разве это нормально? Я даже сейчас не выдаюсь в политические моменты и так далее. То есть, кто там находится, как там находится. Чисто по-человечески. Вот я, гражданин Азербайджана, я нахожусь на собственной земле. У меня нет с собой ни автомата, ни пистолета. Я не собираюсь там ни в кого стрелять, заниматься какой-то провокационной деятельностью. Почему вы мне мешаете туда пройти? На основе какого пункта трехсторонного заявления? Чак Фермайл. Товарищи, нет, я, извините, я не буду возвращаться обратно. Нет, 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 нет. Чак. Тормально, чак. Давайте зададим с дороги. А, нет, у нас сейчас машину садят, у гражданских едут. Пусть он проедет. Чак. Не сигнальтесь так громко. Уши валят, не сигнальтесь так громко. Мы вас не провоцируем, мы ведь ничего не делаем, мы просто идем. Товарищ, вот, вот, выгроженная Россия. Выгроженная Россия. Это не политический вопрос, выгроженная Россия. Я вижу флаг России у вас на шапке. Идите, я не буду отвечать на ваши вопросы. Идите обратно за шапку. Вы можете не отвечать, но вы есть граждане России. Вот я гражданин Азербайджана. Почему вы мне не разрешаете пройти на эту территорию? Идите обратно. Нет, я не буду идти обратно. Извините, конечно, но я не буду идти обратно. Вы тоже когда-то уйдете на гражданку, вам будет неприятно, если вам будут мешать пройти на собственную землю. Идите обратно за шапку. Не надо провоцировать. Товарищ, как вы у вас воинское звание? Идите обратно. Какое у вас воинское звание? Это не обязательно знать. Идите обратно. Почему? Я вот в армии был ефрейтором, например. Я миротворец российский. Я понимаю, я же против вас ничего не имею, я против вас ничего не говорю, ничего не делаю. Я просто хочу пройти на свою территорию. Я зашла. Идите обратно, не провоцируйте. Товарищ, мы вас не провоцируем. Я к вам даже не прикасаюсь. Судя по вашему голосу, вы с Кавказа. Не провоцируйте. У меня честное слово, ни против кого из вас. Я вижу молодые парни, я тоже служил в армии. Я понимаю, что это ваше... Я вас понимаю, конечно. Я вас, конечно, понимаю, но видите, я вам ничего не делаю. Я ничего не провоцирую. Я никаких грубых слов не говорю. Нет, извините, я не могу отойти. Это моя территория. Вот это моя земля, понимаете? Здесь жили мои отцы, мои деды, мои прадеды. И вы мне сейчас мешаете на своей территории двигаться. Вот вы представьте, вы с какой-то республикой. У меня нужно устраивать диалог. Идите зашли к нам. А как не устраивать диалог? Вот мы же люди... А у меня к вам просьба разрешить нам пройти туда. Идите зашли к нам. Мы же должны понимать друг друга. Конечно должны, идите. ... ... Продолжение следует...